здравствуйте друзья получил письмецо я сегодня такого содержания что молодой человек но он женатый молодой человек значит ему так ближе к сорока и он говорит вы знаете говорит что-то жизнь как-то так повернулась ко мне не тем местом потому что любимая жена смотрит ваш канал собственно они вместе смотрят но на любимую жену значит наш канал производит видимо более сильное впечатление и говорит он в семье сейчас есть только два мнения он это осталось это ее и и ваше то есть моё значит как от лица канала вот муж как бы уже не в счет получается то есть он говорит что-то ему говорят а вот есть там либо могут либо я вот так считаю либо могут а вот михаил так говорил да и значит получается что муж уже не в счет и он даже так знаете заканчивает что вы говорит там как-то вот посоветуйте что делать то тем более что я говорит он не один в таком положении то есть видно там у них еще какие то есть люди знакомые которые смотрят ну и значит вышла я на улицу мне надо было в автомобиле кое-что взять и там девушка ну а да лет тридцати там буквально двух значит и я вы представляете говорю вот такое письмо получил она говорит а у нас гидом то же самое то как теперь уже муж вот ему чего не скажешь а он бит а вот михаил вот так сказал и значит я теперь оказался таким фактором ой господи да ну что тут сказать я вам скажу хорошо что это не маркс не не энгельс не не ленин не дай бог не какой-нибудь чуррер там вот который плохому учит вот уже уже неплохо ну что тут сказать я я когда слышу это я думаю наверное вот там у этого жена а у того а у той муж наверное они когда слушают это резонирует с тем что у них на душе на уме нельзя человеку чего-то такого сильно привнести снаружи понимаете просто то что в нем уже сидит она может начать как бы вот искать колебаться вот на этой волне да там входить в резонанс вот а если в нем этого не было такого там и не было то есть не то чтобы тот кто внешне что-то говорит он действительно как-то вас там сильно изменил он просто заставил те струнки которые там были и может быть они там найти они не сильно звучали и вдруг они зазвучали выглядеть какое чудо да чудо это вы понимаете каждый из нас это чудо потому что в нас столько всего вообще вот и поэтому я уж так свою роль то не не преувеличиваю никак но тема на самом деле немножко другая здесь если уже так мы начали говорить чему я там но не то что учу я даже не учу просто так размышляю на тему но сейчас такое время может быть и раньше тоже нет не то чтобы люди сильно друг друга слушали но сейчас время особенное потому что вот это вот информационная волна так накрыла нас всех так много стало источников причем альтернативных источников если ради раньше люди все слушали один канал но еще были такие которые слушали голос америки например или там радио свобода это отдельная группа людей но вот они могли что-то такое обсуждать или они могли во что-то там погрузиться а сейчас источников информации столько что в общем никто никому особо не нужен для того чтобы вот пойти углубиться что такое для себя получить и так далее мы становимся менее зависимыми от наличия хорошего собеседника ну правда вот у нас есть хороший собеседник виртуальный вот я например не хожу в синагогу я слушаю одного дядьку в онлайне он там раз неделю по средам выступает так я слушаю хорошо рассказывает из нью-йорка но если время есть могу если нет времени не слушай поэтому к чему я говорю что вот так так вот меняется мир в этом смысле мы загружены мы перегружены у нас не меньше дел чем раньше конечно вот может быть его жена и не стирает в баке пеленки там ребенку дамы а мы все вы стирали вы там как как это называется может неправильно вы кипели вы кипячивали в общем в баке все это кипятили кипятили в баке и потом там высушивали весь дом был в этих там портянка в пеленках вот а сейчас там раз там подгузнички подложил и все то есть конечно мир в некотором смысле дает нам больше времени в быту но дает нам меньше времени на то чтобы побыть сами собой раньше человек имел массу времени на размышления там на то чтобы в себя прийти а сейчас он со всех сторон он на селфоне он на какой-нибудь там на эсэмэсках он на мессенджерах на хрен знает что чем только его не достали я помню отличное время когда появились только селфон и вот у меня селфон появился ну наверное лет двадцать назад и я себе завел и мне дочь говорила а затем почему же на тебя выключен к этому я говорю пойми я бы я не хочу чтоб меня дергали я могу быть за рулем я могу быть тут там я не хочу чтобы мне звонили когда я одни но я когда я не хочу чтоб не звонили я его держу для исходящей связи когда мне надо позвонить так я позвоню она очень удивлялась и так головой качала и ну конечно я сейчас уже так не могу как тогда но пойти мы тогда жили совершенно другой жизнью и те кто из те из вас кто помнит как какая была жизнь 20 лет назад в этом смысле они наверное согласятся с тем что мы не были настолько вот работаны все этими проволочками где нас выдергивают и не жить я там ничего нет нормально сосредоточиться не могу я на работе не могу заниматься ни одним вопросом больше чем до 10-15 минут уже 10-15 минут это время в течение которого кто-то придет кто-то позвонит надо что-то куда-то бежать что-то такое делать и так далее у меня самое продуктивное время тех на даче когда вот там меня никто не трогает я могу спокойно сидит но если гости не значит возвращаемся к мужу к жене и так далее есть люди которые просто в силу ну как бы либо природных задатков либо в силу того как эти задатки в них развились ведь мы же на самом деле не набор задатков мы набор задатков которые уже развились во что-то какие-то задатки лучше развились какие-то хуже больше меньше и тогда и вот в векторной этой системе там о которой мы частенько на канале там беседы вот значит там есть такой синий вектор звуковой эти люди в звуке в экстремальной форме это аутизм а вот люди в звуке они они слышат что-то сами себе слышат понимаете он вот очень-очень многие люди интеллектуального труда они в таком звуке вот он что-то думает о своем он даже не слышит там миша миша почему ты не отвечаешь яга кто-то меня звал да я же тебя зовут да я не слышу я ушел свой мир и я в этом звуке этом в нем сижу пойти поэтому она что-то услышала но у нас на канале вот она сидела слушал и дальше она дальше она отключилась от внешнего мира она уже там в этом своем мире ему что-то говорит она не то что она к нему относится плохо или она не ценит или там что-то еще но она у себя там этого нельзя изменить это просто вот мы как мы есть поэтому я бы что сказал что все-таки когда семья и когда люди близкие очень важно ну ну как бы заставить себя привыкнуть научиться принимать людей такими какие они есть я могу сказать что вот я собственную свету которую вы хорошо знаете я перестал пытаться ее как-то изменять к лучшему ну относительно недавно вы знаете а вот 40 лет мы женаты и мне все казалось что я как-то вот я сейчас объясню и она поймет вот и это абсолютно безнадежно вот наверное она тоже самое скажет про меня я я не сомневаюсь поэтому большое счастье в том чтобы принять человека таким как он есть не пытаться его менять вот а если у них раньше были другие немножко взаимоотношения она больше его слушал и так далее ну так дайте ей это дело пережить я я тоже иногда вот прихожу в какой-то excitement и ношусь с какой-то идеей или с каким-то человеком который на меня произвел большое впечатление там иногда вот я там рассказываю мне там даже светлана тобой на работе год но ты уже как бы это утомляешь одно и то же там вот это все он тебя там вот поэтому все проходим через эти стадии да вот я вас уверяю что уж ничего такого я там не рассказываю чтобы человек мог на протяжении продолжительного времени находиться в каком-то жутком и кстати пойти в возбуждении видом перевозбуждение я никогда не выхожу за рамки такого базового здравого смысла если бы я что-то сильно интеллектуальное рассказывал так у нас было бы не 100 тысяч подписчиков а 250 поэтому значит у нас относительно простые разговоры но действительно может быть ее родители какие-то вещи похожие ей говорили мы вы же этого поколения по этим и из такого пласта культурного этического нравственного у нас очень много общих ценностей в жизни брать тут людей вот этого поколения поэтому наверное она что-то такое слышала от родителей или буду я такое воспитали и вдруг и как вам сказать ценности этого поколения они ушли куда-то в сторону их сейчас их сейчас нету вот только может быть сами люди из этого поколения еще являются носителями а дальше их нет в обществе их больше нету а кому-то хочется из тех кто помоложе ему это близко там и так далее поэтому я бы я бы просто вот если жена да еще и любимая вот я бы искал любимая там пошли посмотрим пошли посмотрим там что там миша новенькое видео сделал вот а то у меня конкурс мой хорошо никто не не смотрит а новые люди приходят и знаете не поняв что происходит так они даже отписываются за день там 1 2 2 там на конкурс хорошо это будет ну все попали на конкурсный какой-то канал уходят да я тут за один день там чё-то чек не помню под сотню отписались как-то их задолбал вот этими конкурсными видео не знаю вот смотрите может лайк поставьте там значит я я шучу но дайте ей дайте некоторое пространство да и не берите в голову она придет я вас уверяю что на том что я рассказываю еще никто не свихнулся и так далее вот что касается жены если бы я с женой разговаривал то я бы искал слушай знаешь чего есть на свете миллион совершенно потрясающих вещей от которых можно забалдеть которыми можно увлечься и я песчинка в этом океане на самом деле то есть как так много есть всего даже неудобно делать но тем не менее есть такой микро мир в котором мы живем вот есть дом семья дети родители и так далее и мы одновременно живем в таком хочется по-английски сказать в мире таком из многих измерений одновременно мы живем в разных измерениях одновременно вот измерение муж измерения дети измерения родители измерения работа там измерения не за там еще какое друзья и мы не можем уйти из всех измерений в одно это это серьезная травма как бы будет нанесена нашей жизни поэтому вот измерение муж семья это очень важное в жизни измерение и как как бы сильно тебя не потянуло в какую-то сторону так а это тоже нормально когда тебя куда-то там сторону куда-то какую-то тянет и чем-то увлекаешься хорошо слава богу есть люди которые чем-то еще могут увлекаться но некоторые минимум внимания да некоторые минимум внимания ты должен давать каждому из этих измерений иначе у тебя может оказаться в жизни меньше измерений чем те на самом деле это чем те важно на самом деле поэтому вот нет некоторые минимум должен быть всегда есть есть люди которые считают что вот единственное измерение в жизни женщины там семья и дети а все остальное зачем ей вот у нее я же у нее есть зачем мне еще что-то ну кому-то может быть и хватает то есть наверняка есть женщина для которых это самое главное измерение а все остальные ерунда а есть такие которые мало им нужна еще карьера их еще интересует политическая жизнь вот я смотрю у нас тут на канале бывает что женщины в какую-то политическую бодягу там вступают и там что-то там машут какими-то жупелами там политическими я думаю надо же вроде женщина там может мать вот и там все понимаешь и там лишь бы повоевать под разные люди поэтому вот как бы такая комбинация то есть я с одной стороны призываю к тому чтобы дать человеку какое-то пространство и не трогать его там а с другой стороны когда ты живешь ты должен ты должен не накосячить не оставить какой-то какую-то часть своей жизни какой-то вектор своей жизни измерения да как мы не оставить его без достаточного внимания потому что это тоже до добра не доведет вот как бы баланс такой понимаете самое сложное в жизни это баланс увлечься легко там плюнуть на все тоже легко или там на конкретно что-то плюнуть но вот особенно когда сильно увлекся потом легче плюнуть но но не наоборот так вот соблюдать баланс какой-то какой баланс но вот тот который приемлем для или там оптимален для того микромира частью которой вы являетесь вот такого микромира как семья вот вот какой баланс в этой семье нормальный вот такой надо поддерживать не для тебя нормально для семьи для для супруга для детей для родителей там и так далее это сложный мир понимаете это сложный мир и ни у кого нет ответа на все вопросы и чем сложнее вопрос тем больше разных мнений и тем сложнее вообще выбрать что-то так что я вот рассказывал про диалектику они идут тут на днях так что я у я очень желаю чтобы те кто смотрит наш канал вот я я с одной стороны радуюсь что они так увлекаются и как бы близко принимают как бы они присваивают как бы да вот то что я рассказываю но в общем не 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 в ущерб должно быть другим людям конечно то есть весь смысл этого только в том чтобы было в радость а не в ущерб вот так что давайте мы на этой такой замечательной волне и закончим счастливо